Ну ладно, так и быть. Давайте всё-таки заснимем маленький кусочек пути эякуляции. Потому что если я пойду сразу же к геноцидному санкцу, то серия получится всего-то 15-20 минут и будет слишком короткая, наверное. Поэтому у нас как раз есть экранное время, чтобы снять маленький кусочек вот этого пути, где мы на геноциде щадим либо Асгора, либо Гарри и Ларри, или кого-нибудь ещё в фитолокации, короче. Хм. Да, здесь тоже имеются всякие прерывания геноцида, но я уже не стану их снимать. Может быть настроение, я их поснимаю в будущих главах, кто знает, через сколько-нибудь там лет. А сейчас я хочу снять прерывания геноцида только в Йеллу, потому что мы его посещаем, опять же, только в первый и последний раз. Вот так вот, да. И сейчас, собственно, в этом пути эякуляции, конечно, есть всякий мелкий уникальный контент, но в основном здесь то же самое, что и в геноциде. Те же самые катсцены, те же самые встречи, кофинка от нас отказывается и так далее, и так далее, и так далее. Просто тут Папирус чуть более дружелюбный, Санс чуть менее враждебный, и в целом тут только мелкие изменения некоторые в некоторых катсценах, и снимать это всё нет смысла. Ей смысл снять только самый конец этого пути, самый его, так сказать, уникальный контент. Поэтому поехали, что ж. Тут ещё некоторые реплики зависят от того, сколько народу мы замочили, на этих, собственно, островах после геноцида, в руинах. Я вот не замочил никого, поэтому у меня всего лишь-то пятый уровень, и я надеюсь, что мне его хватит, чтобы сейчас выжить в том, что будет дальше. Ну давайте мы это выясним, выживем мы или нет. Ох, блин. Угадайте, кто же сейчас будет? Вау. Ну, конечно. Это было быстро. Я был под впечатлением, что ты был более методичной персоной. Но, эй, ты меня подловил. Я просто пень. Все в Starlight Isles были подсчитаны, но это не означает, что остальные не пострадали. Или ещё хуже. И также есть количество времени, которое у тебя потребовалось, чтобы добраться сюда. Я могу подумать о бесчисленных злодеях, которые побили твой рекорд. Если бы ты пришёл сюда просто на 102 миллиона 485 тысяч 021 минуту раньше, то, возможно... Может, в следующий раз, э? Некоторые стали бы критиковать меня за то, что я превращаю всю эту тему в статистики. Даже если это может быть единственный язык, который ты понимаешь. Видишь ли, Crossbones, например. Он бы попробовал задержать тебя, чтобы осудить. А я, впрочем... Я просто Санс. Санс за ленивый скелет. И тебя ждёт такой мощный обмен данными. Это Санс. Санс, атака и защита не важны. В статистике это не единственное, что я понимаю. Спасибо тебе большое, мать твою. Санс смотрит мимо меня. А давайте мы заставим его посмотреть на нас. О, горе мне. В общем... Санс опускает его. Не, я не играю в твою игру. Теперь, наверное, стоит прекратить это и послужить меня. Потому что я могу делать это весь день. Ну да, кажется, он может. Увы. Отдельная шутка. Я сделал шутку. Она была слишком длинная, но Санс послушал внимательно. Ты правда сделал имя для себя, сразу же с самого начала? Благодаря твоему бешенству в зарубленном доме, плюс предупреждению, которое Папирус получил от своего друга, слово об убийце-человеке распространилось по подземелью. Я сделал шутку. Санс подумал, что то, как сухо я её произнёс, это была часть шутки. Но, к нашему удивлению, эвакуация прошла без проблем. Все были подсчитаны, включая тех, кто имел контакт с собой. Некоторые даже защищали тебя от других монстров, как я видел. Санс царапает свой зад. Я сделал позу, она глупая. Не то, чтобы твой отряд защиты понизил напряжение, кроме того, что фестиваль был отозван, нам пришлось разбираться со спорами из-за того, собирался ли ты реально убивать нас всех. Какое месиво. Половина монстров эвакуировалась только потому, что мы их заставили. Ты понимаешь это? Твои последствия не исчезают так просто. Я поднимаю ногу. Наверное, это считается как поза. Подумай об этом, как о линии доминошек. Ты опрокидываешь одну, и они все падают, верно? Его улыбка не меняется. Я нарисовал несколько линий повсюду. Кого волнует, на что они похожи? По факту, у меня есть доминошка для тебя прямо здесь. Это типа просто маленький чел, маленький челик. У него есть свои собственные маленькие надежды и мечты. Может быть он даже пойдет в маленький колледж. Но затем ты показался. И что произошло с нашей доминошкой? Он упал, но повлиял на всех, связанных с ним в процессе. Каждая жизнь, к которой он прикоснулся, осталась как напоминание того, что ты сделал. Они начали подниматься обратно, распространяя слово о твоих делах. Чтобы убедиться, что никто не забудет, что ты наделал. Его улыбка слегка изменилась. Настоящая шутка. Я внезапно придумал великую шутку. Она относится к Сансу, который не посмеялся. Я посмеялся больше, чем он. Ты, наверное, думаешь, что твои действия — это самооборона. Мое мнение. Я думаю, что ты понятия не имеешь, что ты делаешь. Разве что ты говоришь, что это после того, что произошло. Ты внезапно захотел обнимашка дружбы? Если честно, ты единственный здесь, у кого проблемы с дебильными реакциями. Монстры, атакующие тебя, имели свои собственные страхи. Большинство из них связаны с парнями наверху, которые заперли нас здесь. Я рассказал Сансу историю о чем-то смешном, что произошло со мной давно. О, полагаю, это не совсем шутка. Я просто подумал, что это было смешно. Между нашим прошлым судьми и твоим непредсказуемым появлением мы не смогли бы и представить, чем ты был. Все, что мы знали, это то, что твоя сила превосходила все наши силы объединенными. Если бы только был хотя бы знак... Если бы только я знал, что он не хочет сражаться, мне бы не пришлось это делать. Звучит знакомо? Да, все было бы совершенно по-другому, если бы кто-нибудь подумал об этом раньше, да? Но не считая подколок, вполне очевидно, что одна эскалация вела к другой. Все из-за того, что ни одной стороны не было и понятия о том, что нужно было бы говорить это раньше. Но история уже показала, что ты был в большей власти сделать это, чем мы. А теперь все стало достаточно плохо, и тебе нужен скелетон, чтобы тебе рассказать об этом. Позировать. Я показал позу с такой страстью, что надо мной загорелся фонарик. Что я делаю здесь? Итак, самозащита? Нет, я на это не куплюсь. Ты не самозащищаешься против жуков и растений, и затем делаешь вид, будто ты боишься из-за этого. Мое предположение, что дело не в подземелье, верно? Да самая причина, по которой ты пришел сюда изначально. Что не так? Эта тема слишком чувствительна для тебя? Если ты пытался спрятать это, то тебе не стоило делать все так очевидно. Я делаю позу. Она чувствуется артистичной, как будто я выразил что-то глубоко внутри меня. Слушай, я типа понимаю. Жизнь не совсем смешная, когда у тебя нет выбора. Все здесь внизу это хорошо понимают. Рисовать. Я нарисовал для себя. Больше ни для кого. Что-то чувствуется расслабляющим в этом. Запертый под горой, мечтающий увидеть свет. Тот самый свет, под которым ты живешь каждый день. Или я жил под ним вчера. Но даже хоть эта тема слишком невозможна для нас, мы решили держаться за эту мечту. Так что, убежал ли ты с поверхности, чтобы делать свои собственные выборы? На что это повлияет, если ты используешь эту возможность просто, чтобы забирать наши выборы? Со временем, у тебя больше не будет никого, с кем можно делать выборы. И ты останешься лишь с одним выбором. Я сделал свое лучшее, чтобы нарисовать портрет Санса. Он пялиться на него, не знаю, как ответить. Я скучаю по рисованию. Дело в том, парень, что ты был способен сбежать, когда все стало слишком плохо. А у нас есть барьер, с которым нужно разбираться. Мы застаем здесь, разбираясь с горечью, которую ты причинил нам до конца наших жизней. Мы не твои игрушки. Мы больше похожи, чем ты думаешь. И, ну... Чтобы сражаться с кем-то, с кем я мог бы быть связанным в другой жизни... Это просто недостаточно приятная мысль. Ну и что? Ты чувствуешь то же самое? Сам щадит меня. Пощадить. Ха. Если быть честным, это не то, что я ожидал, что произойдет. Но, эй, вот мы здесь. Это не означает, что теперь все хорошо между нами. Очень далеко от этого, на самом деле. Ты все еще сделал то, что ты сделал. Ничто не изменит это. И ничто не изменит то, что ждет тебя впереди. Мои советы? Прими то, что я сказал к сердцу. Сделай лучше, пока будешь идти вперед. И... Ради... Всех... Ради блага всех? Не возвращайся! Ради блага... Ради блага все. что они все тоже личности, их всех не стоило убивать, конечно же, потому что они няшки, а вот ты няшка, потому что их убиваешь, им можно убивать, тебе нельзя, конечно же. Фух. Да уж, как обычно, сплошное лицемерие и попытки вывести нас, что называется, на совечь, что называется. Но получилось так себе, опять же, я не впечатлён. Одно только сплошное раздражение. Кстати, если бы я бы сейчас атаковал, он бы просто выбил у меня оружие из рук, дал мне звезду лейда одного, хп бы снизил и свалил, и всё. Так что, всё равно бы он нас пощадил и отпустил делать дальше свои чёрные дела, даже если мы продолжаем здесь всех убивать, но не всех до конца, да. Так что он всё ещё тот ещё идиот, правда? Мог бы остановить в ту же секунду всё это дело с убийством всех монстров, но нет, лучше прочитать дебильную лекцию и отпустить нас дальше, чтобы дальше всех убивали. Тоже вот спрашивается, нахрена всё это нужно, правда? Ну давайте пойдём по более логичному пути, наконец-то. Ну а теперь давайте выясним, что скажет Сантик, если мы придём к нему с максимальным отсутствием совести. Будет ли он задвигать очередную дебильную лекцию, пытаясь нас пробить, что называется, на чувства. Давайте мы это выясним. Ну или его здесь просто не будет. Ну удобно, что ж. Получается, можно просто свалить, да? Спасибо большое этому скелету, что он зассал. Вот и всё, заканчиваем наконец с этой головы во второй раз и в последний, к счастью. И можно напоследок сказать, что... Куда ты идёшь? Ну, в другой раз. Я так не думал. Интересно, ты думал, что ты уже был готов уйти? Что мои слова раньше ничего не значили? Потому что ты знал, что я покажусь здесь всё равно. Но, эй, я на тебя всё равно смог напасть. Это хорошо тебя напугало? Последняя угроза? Что-нибудь, что может удержать тебя от того, чтобы всё стало ещё хуже? И может быть, просто может быть, ты подумаешь насчёт... Ааа, чёрт. С кем я говорю вообще? Кроссбоунс стоит у меня на пути. Кроссбоунс. Одна атака, одна защита. Стеклянные кости, которые можно разбить. Тонкая воля, которую можно порвать. Снова. Я не думал, что это будет то же, и ты знаешь, что-нибудь или ещё что-нибудь всё время, короче, оказывается всё так же в конце. И не то, чтобы я ожидал самого худшего, но ты всё не упрощаешь. Что у тебя за выражение лица? Ты знаешь, о чём я говорю? Ты и я. Никто из нас не принадлежит к этому миру. Мой дом, но... Это не то место, которое ты найдёшь на карте. Но ни одного дня не проходит, когда я не думаю о том, что я оставил там. И о том, что я взял с собой, что мне не стоило. Было бы что-то по-другому, если бы ты понял, что я имею в виду. Какого-то терять семью, терять настоящий талант, с возможностями сделать жизни лучше. Просто из одной обычной ошибки, сделанной во время очередного обычного эксперимента. И с тех пор народ винил меня за исчезновение моего родственника. Мне не было выбора, кроме как бежать, я полагаю, через все вселенные, если придётся. И всё же, кажется, что неважно в каком мире я прячусь, я всё время оказываюсь в конце, бросаюсь, короче, кулаками и детьми в итоге. И это определённая какая-то последовательность, заставляет меня подумать о том, что мы сражались раньше. В различных формах, возможно, но с тем же намерением. Что за намерение? Пф, не тупи. Чтобы поймать меня и вернуть меня к мультинаблюдателям, конечно же. С тех пор, как я сделал другие вселенные моим домом, наверняка им это не понравилось. И теперь, раз уж ты из десять их имени, хочешь затащить меня обратно в мой изначальный мир. Даже хоть я и принял эту супергеройскую форму, ты всё равно нашёл меня. Ох, ну что ж, как только надеру твой зад, есть ещё и другие миры вон там, дальше. Дело в том, что, кхе, всё это путешествие по мирам имеет цену. Чем больше я это делаю, тем больше я, кажется, получаю какую-то болезнь. Мультинаблюдатели, они никогда меня не получат, даже через миллион лет, когда у меня есть сила моего родственника, подкрепляющая меня. По факту, у меня есть часть его прямо здесь. Ну ладно, эхэ, вот и всё. Пора тебя узнать, насколько глубока сила моего родственника готов к нашей совершенной атаке. Нравится тебе или нет, вот она. Ну на самом деле, вся эта история, которую я тебе сейчас рассказал, и я её придумал. Ну, если быть более честным или аккуратным, придумала моя команда писателей. Сценаристов, короче. Crossbones, выпуск 47, возвращение мультинаблюдателей. Чёрт, правда получилась убдительная история? Ты выглядел так, будто ты на самом деле тоже её слушал. По правде говоря, я искал просто любую старую историю, чтобы тебя задержать. По крайней мере, пока эвакуация не будет закончена. Ладно, мы здесь закончили, вали оттуда! Понятно, просто дай мне секунду. Ну, как насчёт того, чтобы ты сейчас сделал всё проще. И, может быть, позже я подпишу тебе... Сделаю, короче, тебе подписку на Crossbones. Crossbones стоит на месте. О, да, это ещё кое-что. Я на самом деле не Crossbones, я Санс. Санс за ленивый скелет. Ты просто продолжаешь сегодня обламываться, да? Хватит смеяться! Хочешь стать самое лучшее? Может быть, я не лгал тебе? Ну, не совсем, в общем. Может быть, просто может быть. Какая-то часть всей этой чуши была правдой. Хватит разозреваться. Так или иначе, ты никогда не узнаешь. И не важно, что произойдёт дальше. Так простой факт никогда тебя не оставит в покое. Вот почему ты делаешь это всё равно, не так ли? Просто чтобы увидеть, что произойдёт. Просто потому, что тебе нужно знать. Хе-хе-хе. Тебе нравится то, что ты получил? Санс что-то готовит. Потому что очень скоро вся эта тема, всё твое настроение сразу же изменится. Что, ты не заметил, как я подкачиваюсь? Извини, я в следующий раз тебя предупрежду. Он готовится. И в следующий раз это сейчас. Не говори, что я тебя не предупреждал. Но, эй, не волнуйся. Тут есть трон впереди, своим имидем на нём. Глубоко в глубинах хада. Ну и позорще. Хех. Использовать мою сильнейшую атаку последней, кажется, весьма хорошая идея, да? Какой идиот стал бы её использовать с самого начала, вообще? Ну, похоже, этого не хватило, в конце концов. Ну-на-ну, очевидно. Всё равно со временем ты бы до меня дотянулся. Но, я выложился по полной. В самом конце, я сделал всё, что я мог. Это более, чем я могу сказать для тебя, верно? Насчёт тебя, короче. Давай просто с этим закончим. Санс, сдаётеся. Я выиграл. Картонная вырезка. Ага. То есть он просто засал и съебал в закат. Вот чмо, правда. Уничтожен. Ну да, мы почему-то какие-то очень тупые. Что с Метакритом мы не поняли, что мы не можем убить призрака, он просто смылся. Что с Сансом тоже, думаю, что мы ему замочили. Ага. А вот и всё. Такая вот геноцидная битва получилась. Просто очередная упоротая лекция. Тут, правда, проработки гораздо больше, чем вам кажется, потому что у Санса тут имеется аж три набора реплик. Сначала он одну историю рассказывает, потом, если мы дойдём до эвакуации и сдохнем, он расскажет вторую историю. И в третий раз он уже перестанет говорить истории и будет просто трогать всякую чушь. На уж. И при смерти тоже есть разные кат-сценочки и всякое прочее. Так что я много всего не показал. Но вы это сами уже посмотрите. С меня хватит вот этого вот всего балагана. Это... это ты. Если ты здесь, тогда... Я... я не могу поверить в это. Я опоздал. Это значит, что Санс, он... Он съебал, так-то вполне очевидно. Мы скажем ему или нет? Я всё ещё хочу верить, что ты можешь быть лучше. Но ты... навредил стольким... Не так быстро, человек. Королевский флот тебя окружил. Всё, что потребуется, это одна команда, чтобы наши солдаты устроили... Начали огонь. И... Прервали твою убийственную последовательность. Сразу же её в землю вбили, короче. Ты сделал почётную вещь, Папирус. Благодаря тебе... Мы сохранили множество жизней. Твой брат... Он... Городился бы тобой. Мы с этого момента позаботимся обо всём. Солдаты, приготовьтесь. Постой, пока ты ничего не сделал, я... Я просто нужно знать кое-что. Осторожно. Я не понимаю. Почему ты делаешь это? Я знаю, что ты можешь быть лучше. Все могут быть. Но чувствуется так, будто ты... Уходишь со своего пути, чтобы... Чтобы делать всё вот это. Так что... Почему? Я больше не хочу. Потому что... Ты можешь пояснить? Я не хочу больше. Должен увидеть. Что ты должен увидеть от того, что вредишь всем? Ты правда счастлив делать это? Я не хочу делать это. Затканись! Папирус, отступи. Идиоты, по моей команде я сказал. Он сбегает. В атаку, в атаку! В атаку! И улетели. Но обещали вернуться когда-нибудь там в следующей главе. О, приветик-цветик. Хочешь за нами нырнуть? Ох, хорошо, что они просто перестали преследовать. Да-да, как будто это падение нас убьёт. Фух. Всё, кое-как прошли наконец-то, да. Ну, конечно, мне не понравилось то, что нам не дали замочить Санса. С одной стороны, это очевидно, да, мы его в Андертейле замочили просто каким-то читерством, ударив его во второй раз за одну атаку. А на девятом уровне мы такое явно не можем, увы. Но не знаю, что тут разработчики припасли. У меня, конечно, есть некоторые теории, знаете, раз Санс с Папирус поменялись местами, то я предполагаю, что когда мы придём в последний коридор, в конце там будет стоять Папирус, начнёт там опять трендить. Я знаю, что это может стоять лучше, бла-бла-бла. Но мы на него нападём, и внезапно заспавнится Санс, примет удар на себя, и героически сдохнет, как Андуха почти что. Папирус увидит это, и, короче, психанёт, и превратится там в мега-ультра-терминатора, который возьмёт нас за задницу, разорвёт её пополам и вгонит свою кость, смазанную горячим соусом. Ух, жесть просто. Так, чё за дебильные мысли пошли? Нет, это мы им всем вгоним горячую кость с горячим соусом, короче говоря. Ну, это так просто, предположение, потому что не сразу же разработчики сейчас позволили Сансу свалить. И Метта Криту, возможно, тоже. Не знаю, что они задумали, и очень жалко, конечно, что, возможно, мы этого не узнаем, потому что я всё равно скептичен насчёт того, что такие проекты будут доделаны до конца. Всё время что-то происходит не так, всё время кого-нибудь там отменяют, кто-нибудь устает, уходят на работу и так далее. А работа проделается всё-таки тут большая, как видите. Много работы, как над спрайтиками, над окружением, над музычкой, над текстами. Конечно, тексты нудноваты в целом, да, особенно все эти лекции, блин, от Санса и так далее. Но всё-таки проделана отличная и огромная работа, это невозможно отрицать, да. И чем больше работы проделана, тем больше я беспокоюсь, что демка, вернее, что демка, да, может, когда-нибудь и дорасти, собственно, до полной версии. Но я всё равно желаю удачи, конечно, и разработчикам Дельта Травелера, и разработчикам ТС Андерсвапа. Надеюсь, что они всё это делают до конца, потому что пока что оно всё интригует. Очень хочется увидеть, чем это всё закончится. И в Дельта Травелере, где у нас там всё больше кровища и напряжения между нашей командой. И здесь тоже, где, как видите, два таких полных полноценных пути идут полностью по-разному, по сути. Ведь сейчас, по идее, мы будем сражаться уже с целой армией, как видите. В Андертейле не было такой огромной толпы всех этих солдатиков. Хотя, конечно, в Дельта Руни в первой главе тоже была толпа солдатиков, и в итоге там они превратились просто в парочку солдатиков в конце. Поэтому, возможно, что и здесь то же самое наёживание будет. Не знаю, не знаю. Но в любом случае, желаю самого лучшего разработчикам, и надеюсь, что они всё равно смогут доделать это до конца. И надеюсь, что я однажды смогу это продолжить снимать. Но я, конечно, не гарантирую, что я к тому времени буду ещё летсплеить, увы. Но главное, что я постарался за летсплеить сейчас. Заснять это всё для вас, это всё перевести кое-как, кое-как это заснять. Не из первого раза, конечно, но главное, что заяснял, вот и всё. Фух. Так что спасибо и разработчикам, и вам тоже получается. Ну всё. Наш путь и здесь тоже закончен, получается. Ага. Цветчик появился, подмигнул и свалился, от уже без разговоров. Ну, видимо, потому что мы уже слышали его речь. О том, что пора уже валить в другие миры и так далее. Но ничего, ничего, мы в другие миры тоже свалим, естественно. Потому что у нас впереди ещё осталась последняя резня, так сказать. Последняя резня Вандертейл Йеллоу. Поэтому давайте мы сейчас отдохнём и скоро её начнём.